На русском, английском, арабском и венгерском языках. А теперь книга Нурсултан Азарбаев «Биография» доступна и на языке Гёте. В Германии, где личность президента Казахстана довольно известна и уважаема, прошла презентация издания о лидере нации. В Берлинской академии наук собралась немецкая элита – послы, депутаты, политологи и публицисты. Одну из первых книгу начальника канцелярии президента Махмуда Касымбекова на немецком языке увидела наш корреспондент. Книга о первом президенте на языке Гёте вызвала небывалый ажиотаж в Берлине. Получить издание из лимитированного тиража желали многие. Тем более, когда есть уникальная возможность поговорить с самим автором Махмудом Касымбековым, человеком, который 25 лет бок о бок проработал с президентом. Это действительно удивительно, что эта работа про Нурсултана Азарбаева переведена на немецкий язык. Я думаю, что в Германии в будущем будут иметь большое представление о том, что сделал президент Казахстана для своего народа и страны. Я в свое время был первым министром экономики, который посетил Казахстан в составе большой делегации. Именно тогда было налажено сотрудничество, которое динамично развивается. Президент Нурсултан Азарбаев действительно великий человек, который следит за стабильным курсом и безопасностью в мире. Это очень важно, что мы здесь все собрались. Отношения между нашими странами очень тесные. И поэтому мы должны стараться больше знать о наших государствах. И это понимание нести в массы. И эта книга очень поможет нам в этом. От простого сельского юноши до национального лидера. Этот путь проанализировал доктор политических наук Махмуд Касымбеков. Книга основывается на архивных материалах. Фотографии и копии личных документов помогают читателю полноценно погрузиться в атмосферу описываемых событий. Как президент принимал важные и необходимые, а порой даже жесткие решения для блага страны. Махмуд Касымбеков, ставший свидетелем принятия многих важных указов и распоряжений, изложил в своей книге факты, ранее сокрытые от широкой публики. Это историческое событие на самом деле. Отрадно, что книгу о президенте на немецком языке презентовали в Германии. Эксперты высоко оценили этот труд. Очень много людей пришло на презентацию. Это говорит о заинтересованности деловых кругов в Германии. Немецкий язык не единственный, на который переведена книга о президенте. Впервые она вышла в Казахстане в 2012 году. За это время издание увидело свет на русском, английском, венгерском и арабском языках. И это не предел. Книгу Нурсултан Назарбаев биография планирует перевести и на другие языки мира. Для более широкого круга читателей. Шолпана Иманбаева, Милослав Лавриновский. Берлин, Германия.